Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Левит», и сегодня мы будем читать десятую главу этой книги. И десятая глава начинается словами «Надав и Авиуд, сыны Аароновы взяли каждой свою кадильницу и положили в них огня, и возложили на него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господнем». Очень такое печальное повествование. Не успев начать служение, эти два сына Аарона, Надав и Авиуд, совершили некую неточность и были тут же умершвлены Богом. Почему? Потому что со своих избранных Господь спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Некоторые, когда читают об ослушании Моисея, как это описывается в Пятикнижии, с трудом могут понять, а в чем же заключается его ошибка. Но именно за эту ошибку Бог его не пустил в землю обетованную, он зашел на гору и умер на ней. Так и в случае с Надавом и Авиудой, так и в случае с любым христианским высокопоставленным священнослужителем, со своих избранных Бог всегда спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Бедодостопочтенный в своем трактате «Аскиния», к сожалению, на русский язык целиком этот трактат пока еще не переведен, пишет, «Это не отличается от знамения нашего несчастного времени, когда некоторые из священников и учителей, завладевшие местом, о чем говорить так же тяжело и грустно, то есть за деньги получали место в церкви, предпочитая пламя вожделения пламени небесной любви, истребляются пламенем высшего воздаяния. Их вечное осуждение изображается временной смертью сыновей Аарона, то есть Надава и Авиуда». То есть тот, кто в священном служении и ищет преимуществ для себя, чисто таких плотских преимуществ, его служение очень быстро прекратится, и ему придется за это отвечать еще перед Богом. Но если священнослужители совершают свое служение на протяжении достаточно длительного времени, это значит, Господь рассмотрел в них какие-то и положительные качества, которые и позволяют им совершать подобное служение. Ефрем Сирин пишет, «И изыди огонь от Господа и паять Надава и Авиуда сыновей Аароновых». Изыди огонь не потому, что священный огонь угас, как утверждают некоторые, ибо в тот же день огонь являлся на жертвенниках, о чем мы читали в Левит 9.24, и не потому, что Надав и Авиуд были пьяны, как говорят другие, ибо пребывали они в посте и молитве, прежде нежели приступили к священной действию, и хотя были помазаны на священство в первый день, когда поставлена была скиния, однако же жертв не приносили, об этом говорили на прошлой беседе, Надав и Авиуд были наказаны не за одну вину, но за многие, как показывает Писание. Во-первых, внесли они чуждый огонь, когда уже был огонь, который в это время сошел и попалил жертву, то есть огонь от Бога. А зачем же вносить еще огонь и человеческий? Это пренебрежение к той благодати, которая была явлена столь необычным образом. Во-вторых, продолжает Ефрем Сирин, они пренебрегли Моисея и Аарона, и не получив от них дозволения, воскурили Фимиам. В-третьих, произвели беспорядок в чине своего служения, воскурив Фимиам не в надлежащее время. В-четвертых, вошли во внутреннюю скинию в то время, куда однажды в год входил их отец Аарон. А словами «принесос-то огонь чужд» выражается следующее. Чуждым огнем именуется воля Адама и Евы, возжелавших быть богами. Когда же Господь повелевает, чтобы огонь всесожжения не угасал до утра, это означает то, что огонь закона не угаснет на алтаре до утра явления Эммануила, то есть до пришествия Христова, значимость Божьих заповедей, она не оскудеет. Но в каких случаях мы, христиане, вносим чуждый огонь? Апостол Павел пишет, «Не сообразуйтесь с веком Сим». Когда мы перенимаем методы, стратегию этого мира и втаскиваем в наши религиозные какие-то программы, вот это очень опасно, это тоже может оказаться таким чуждым огнем. Или человек совершает, например, миссионерское служение, но он это делает с такой агрессией по отношению к заблудшим, что это чуждый огонь, очевидно, граничащий с богохульством, ибо в 13 главе 1 послания к Оринфянам так и сказано, «Имеешь всю веру и все познание, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы». То есть мы не можем свои эмоции, свои человеческие какие-то переживания вносить в жизнь наших христианских общин, напротив, мы должны оберегать чистоту веры и не сообразовываться с века Сим, потому что чуждый огонь есть все то, что мы привносим в жизнь наших общин, но происхождение этих идей, этих взглядов абсолютно мирское. Некоторые, придя в церковь, не могут распрощаться со своим постсоветским, чуть ли не коммунистическим прошлым, а кто-то, придя в церковь, не может распрощаться со своим диссидентским, антисоветским прошлым, и начинает интриговать, осуществлять идеологический террор уже внутри христианской общины. Это совершенно недопустимо, потому что это чуждый огонь, который надо погасить, и нельзя его противопоставлять огню Божьей благодати, которая не исходит от Создателя. Киприан Карфагенский в своем трактате о единстве Кафолической Церкви пишет «Сыновья Аароновы, возложившие на алтарь огонь чуждый, которого возлагать не повелел Господь, тотчас были сожжены пред лицом карающего Бога. Им-то подражают и последуют те, кто, презрев божественные заповеди, увлекаются чуждым мучением и вводят свой собственный устав». Святые отцы учат, что даже епископам не позволено вносить что-либо новое в церковную жизнь, кроме того, что положено и утверждено святыми апостолами и святыми поместными и вселенскими соборами церкви. Когда что-то такое вносится, это чуждый огонь, который является мерзостью в глазах Бога, и за это Господь может покарать даже своих служителей, и это действие, оно оправдано. Максим Исповедник в трактате «Вопросы и затруднения» пишет «Те, кто всегда как священники приносят Богу себя как жертву живую и, подобно Клеопии, пледут в себе горение святаго Духа, те приносят Богу его собственный огонь. Когда же люди по беспечности отходят от такого состояния и допускают в себе распаление страстей, тогда они приносят огонь чуждый и сжигаются в совести огнем обличения». Максим Исповедник касается немножко другой ситуации. Здесь речь идет не о чуждых каких-то там учений, заблуждений, а ситуация касается, что человек, распаляемый страстями, плотскими, при этом дерзает совершать служение перед Богом. Но кто-то может сказать, а в каком случае человек вообще не распаляем? Всегда какие-то образы проносятся в нашем сознании, какие-то греховные воспоминания. И чаще это происходит тогда, когда мы боимся, что эти образы нас настигнут, например, во время чтения утренних, вечерних молитв, когда мы в Дом Божий приходим для участия в богослужении. Если это случайные всполохи неких греховных воспоминаний, какие-то образы возникают, то отцы рекомендуют даже себе это не приписывать. Скорее всего, бесы по зависти к нам, что мы молимся, что мы совершаем какое-то служение, приступаем к таинствам, они каким-то образом воссоздают в нашем сознании эти картинки, эти образы. Или иногда некоторые верующие рассказывают, что какие-то дурные слова возникают в момент молитвы, ругательства какие-то внутри этих людей. Это, конечно, уже более болезненное состояние. Но и в этом случае верующие не должны приписывать это себе, а скорее воспринимать это как действие бесовской и дьявольской зависти по отношению к ним самим и решительно, не отождествляя это собою, продолжать со всяческим усердием молиться. Один мужчина как-то звонил мне на радио «Радонеж», и он сказал, «Утренние молитвы я читаю два, а иногда три часа». И он спросил, «Как же так?» И он сказал, «Я вот начну читать, какая-то мысль возникает, дурная, помысел, я начинаю вот эту молитву перечитывать». Если потом опять какая-то мысль, помысел, я опять эту молитву перечитываю, иногда одну и ту же молитву приходится перечитывать по нескольку раз. На самом деле, это болезненное состояние. Человек не должен играть в поддавки с дьяволом и с бесами. Скорее всего, никто из нас лично, непосредственно с дьяволом никогда не встречался. Нас искушают какие-то мелкие бесы, бесенята, но их искушения имеют цель вывести нас из духовного равновесия. Поэтому нам очень важно на их вот эти прелоги не реагировать. А реально они не знают, как внутри мы реагируем на их прелоги. Если даже какой-то сполох мыслей, воспоминания какие-то, какие-то слова будут всплывать в нашем сознании, но мы не будем на это реагировать, то это потихоньку уйдет в сторону, потому что бесы увидят, что мы не поддаемся на их провокации, а продолжаем молиться, участвовать в службах и так далее. Об этом писал святитель Василий Великий. Он писал, что человек на молитве может осознавать некую забывчивость свою, какие-то помыслы, но продолжай молиться, несмотря ни на что, потому что избежать этого состояния практически невозможно. В той или иной мере всегда какая-то атака против нашего сознания, она будет продолжаться со стороны сил зла. И дальше мы читаем с 3 по 9 стих. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающейся ко мне освящуся и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. «И позвал Моисей Месаила и Ильцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан, то есть мертвых, Надава и Авиуду. «И пошли и вынесли их в хитонах, их за стан, как сказал Моисей». Вот здесь такой прецедент создается, что священника надо хоронить в том облачении, в котором он обычно совершает свое служение. «Аарону же и Ильязару, и Фомару, сынам его, это другие дети Аарона, Моисей сказал, голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». То есть они не имели права соблюдать траур по погибшим, потому что они должны были продолжать совершать служение перед Богом, а служение перед Богом совершается в радости и веселье, как сказано в книге Второзакония. «Если кто-то совершает служение Богу без радости и веселья, сказано, душа-то истребится из народа». Но далее говорится, «но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, то есть о Надаве и о Виуде, которых сожжет Господь, и из дверей скинье собрание, не выходите, ну, для погребения братьев, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня, а это елей радости, как мы знаем, и сделали послову Моисея». То есть они послушались и Арон, и его дети, и траур по погибшим они не соблюдали. «И сказал Господь Арону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинье собрание или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». Вечное, значит, неизменяемое, вечное, значит, обязательно не только для ветхозаветного, но и новозаветного священства. В пьяном виде священнослужитель не имеет права даже слегка выпившим входить в алтарь для совершения службы. Надо сказать, что пьянство — это очень серьезная проблема. как я вам объясняю, часто любое явление в Библии познается по первому упоминанию этого явления во всем корпусе священного Писания. Например, о винопитии в Библии говорится по-разному. Например, говорится там, вино веселит сердце человека, но в то же время сказано, пей, но не упивайся. сказано, что пьяница Царствия Божия не наследует. И также сказано, не запрещай музыки за столом, вина за столом. Какое же библейское решение по поводу вина самое доминирующее в своем значении для нас? Когда мы исследуем этот вопрос, мы всегда должны вспомнить, где впервые и в Писании об этом говорится. Вот это решающая характеристика этому явлению. А о винопитии говорится в книге Бытия, когда описывается, как после потопа ной, ной, насадил виноградник, сделал себе вина, упился так, что голым лежал в своем шатре, винопитие, и это было соблазном даже для его собственных детей. Поэтому доминирующая характеристика винопития, да, мы в церкви не запрещаем винопитие, но человек должен быть очень осторожным, потому что первое упоминание, это упоминание и трагедии, которые пережил этот несовершенный праведник ной, у которого вот была такая слабость. Блаженный Иероним в своем 52-м послании пишет «Винопитие среди священников и апостол порицает». Это в первом послании к Тимофею 3.3 «И древний закон запрещает служащие алтарю вина и секеры да не пьют». Секеры в еврейском языке называется «Любой напиток, который может вызвать опьянение, будь он сделан на дрожжах или из плодового сока, или сварен из меда в напиток сладкий и варварский, или выжат из плодов пальмы, или из сваренных плодов сцеживается наваристая жидкость». Конец цитаты. То есть любой напиток хмельной, каким бы образом он не был бы приготовлен, он воспрещается для употребления тем, которые несут череду богослужебную на своем приходе. Петр Дамаскин, священномученик, пишет, от пьянства ум начинает помрачаться, от этого грешить, а от греха умирает. Это проблема не только священнослужителей, прежде всего это проблема мирян, которые могут предаваться достаточно часто этой страсти, и помрачается ум у такого человека, от этого помрачения начинает грешить, а грех порождает смерть. Сначала духовную, потом физическую. Пьющие люди наносят ущерб не только себе, но и своему потомству. Однажды меня пригласили в одну больницу, где в этой больнице-интернате проживали маленькие дети, и когда я зашел в большую палату, где находилось где-то 20 детей, я увидел, что одни из них ползают, другие сидят, шатаются, шатаются, такими бездумными глазами смотрят, и они все были в каком-то таком состоянии, ужасном. Я спросил, чьи это дети, мне сказали, это дети алкоголиков и наркоманов. То есть, когда люди вступают в сексуальные отношения с своими женами, в таком состоянии они как бы наносят страшный ущерб своим чадам, которые рождаются в таком болезненном оцепенении. Преподобный А.В. Исаи пишет, не люби употреблять вино до упоения. То есть, надо знать меру, и каждый мужчина должен знать свою меру, сколько он может выпить, а после чего он должен отказаться. Но это проблема не только мужчин, но и женщин. Причем женский алкоголизм более страшный, чем мужской. Женщина теряет себя значительно быстрее, погибает значительно быстрее от этого недуга. Итак, А.В. Исаи пишет, не люби употреблять вина до упоения, дабы тебе не лишиться божественного веселья. И Златоуст тоже по этому поводу писал, виноделие от Господа, а пьянство от дьявола. Поэтому каждый должен знать свою меру. И особенно согрешают те, которые сами-то знают свою меру, но они подливают все время другим людям, провоцируя их на алкоголическое отравление. Это совершенно недопустимо, особенно если это делается по отношению к несовершеннолетним, что является преступлением. Также Аво Исаи писал, не люби вина до опьянения, чтобы не быть лишен обрадования Божия. То есть Господь радуется за нас, когда мы радуемся, но когда мы перепиваем, то радость Бога о нас, она прекращается. Свидетель Василий Великий пишет, пьянство есть начало безбожия. Вот откуда безбожие распространилось по Руси. Пьянство есть начало безбожия, как омрачение разума, которым обыкновенно наипаче познается Бог, так как разумом познается Бог, а пьянство это удар по человеческому сознанию, вот получается, что пьянство есть начало безбожия, и человек должен очень решительно бороться с этой пагубой. Если человек подвержен этим проблемам, каждый человек должен уметь ненавидеть свой собственный грех и решительно противостоять ему. Также у святителя Василия Великого мы находим слова. Если много выпито вина, оно как мучитель, ворвавшийся в крепость, с высоты ее производит в душе неумолкающие мятежи, не отказывая себе ни в каком беззаконном требовании, но прежде всего поработив самый рассудок, смешивает и приводит в расстройство весь порядок, установившийся вследствие обучения, голос делает шумным, возбуждает непристойный смех, опрометчивый гнев, необузданное вожделение и неистовую и бешеную страсть ко всякому беззаконному удовольствию. В Библии сказано, в Новом Завете что в вине блуд. Поэтому ни в коем случае нельзя в какой-то компании оказаться и вы не знаете этих людей, что это за люди, выпивать с какими-то женщинами, а может быть они женщины легкого поведения. А некоторые так упиваются, что проснувшись они пытаются восстановить всю картину. А что же происходило? И они переспрашивают своих близких «А как я себя вел?» И когда им начинают рассказывать, что происходило, они не узнают самих себя в этих поступках. Святитель Василий Великий также пишет «Пьянство вводит в невоздержанность» и другая его цитата «Дым гонит прочь пчел, а неумеренное винопитие отгоняет духовное дарование». То есть человек духовно даровит и он может все потерять. Поэтому не случайно мы прочитали в 9 стихе 10 главы «Вина и крепких напитков не пей» это предостережение священникам прежде всего «Ты и сыны твои с тобою когда входите в скинье собрание чтобы не умереть». Это вечное постановление в роды ваши. И далее мы читаем с 10 по 14 стих «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Действительно очень важно изучать закон Божий который как раз нам показывает как отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. И далее 11 стих «И научать сынов Израилевых всем уставам которые изрек им Господь через Моисея». Помните такое стихотворение было крошка сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо и что такое плохо. Закон Божий как раз нам и показывает что священно что не священно что чисто что не чисто. И далее «И сказал Моисей Арону Илиазару и Ифамару оставшимся сынам его возьмите приношение хлебное оставшееся от жертв Господних и ешьте его пресное у жертвенника ибо это великая святыня и ешьте его на святом месте ибо это участок твой и участок сынов твоих и жертв Господних так мне повелено от Господа. Апостол Павел в применении к христианству он этот текст перефразировал словами что проповедующий кормится от благовествования то есть зарабатывает от служения слова от служения проповеди и грудь потрясения и плечо возношения ешьте на чистом месте ты и сыновья твои и дочери твои с тобою ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых теперь мы посмотрим объяснение на 14 стих Григорий Великий в пастырских правилах Григорий Великий Папа Римский пишет согласно божественному закону священник употребляет для священодействий плечо и правое и отделенное чтобы действие его было не только полезным но и единственным и он делал то что правильно не только среди дурных но и среди добродетельных подданных как он превосходит их честью своего положения так пусть отличается и добродетелью нравов действительно Господь нам служителям уделяет очень много и мы буквально наслаждаемся массой благословений которые испытываем особенно когда мы участвуем в таинствах церкви и мы должны соответствовать тому положению на которое нас Господь поставил и держаться правого пути поэтому правое плечо правое действие правая рука все это указывает на то что действительно мы удаляемся от всего левого в том смысле что в день суда Господь одних поставит справа от себя как овец преданных ему а других слева от себя как непокорных козлищ и мы читаем 15 и с 15 по 17 стих плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить жертвами тука потрясая пред лицом Господнем и да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим и дочерям твоим с тобою как повелел Господь Моисею то есть жертва она поднималась и потрясалась пред лицом Божиим и козла жертвы за грех искал Моисей и вот он сожжен и разгневался Моисей уже на Ильязара и Ифамара оставшихся сынов Аароновых и сказал почему вы не ели жертвы за грех на святом месте ибо она святыня великая и она дана вам чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом и Феодорит Кирский пишет законодатель Моисей как скоро увидел что козел принесенный греха ради вопреки божественному закону сожжен бяше разгневася на Ильязара и Ифамара глаголе по что не снедосте на месте святи ежи греха ради яка святыня святых суть не сиели даде вам Господь ясти да отымите грех сонма и помолитесь о них пред Господи то есть они должны были вкушать эту жертву а они ее сожгли асим продолжает Феодорит Кирский выразумляемся опять что снедая приносимое народом и не живя законно ни с отчанием принося молитвы о людях подвергаемся суду Божию сие давая разуметь владыка Бог сказал через пророка грехи людей моих снедят здесь Феодорит Кирский касается того вопроса что простой народ нас кормит питает священников одевает обувает проявляют необходимую заботу о нас и мы находимся на полном попечении у общины где мы трудимся и мы должны отдавать всецело себя на служение Богу и нашим посомам как сказано пастырь душу свою полагает за овец своих а наемник он не пастырь он бегает где-то оставляет овец своих и волк расхищает их то есть нам пастырем надо себя спрашивать значительно строже чем мы можем спросить с наших посомок и далее 18 стих вот кровь ее не внесена внутрь святилища а вы должны были есть ее на святом месте как повелено мне то есть они совершили несколько сразу нарушений и кровь ее не внесли вовнутрь святилища и вместо того чтобы есть эту жертву они ее сожгли арон сказал моисею вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред господом и это случилось со мною то есть он берет как бы вину на себя за своих сыновей он не говорит это случилось с ними это случилось со мной научая и нас разделять ответственность за наших чад и мы прямо ответственны перед богом какими мы взращиваем наших детей и надо брать ответственность из-за своих посомок в каком состоянии они пребывают и арон продолжает если я сегодня съем жертву за грех будет ли это угодно господу и услышал моисей и одобрил то есть отец хочет исправить то что они исправили его дети то что они должны были совершить но они этого не совершили часто идет разговор о том отвечают ли дети за родителей там родители за детей нормальные родители всегда отвечают за своих детей и нормальные дети всегда отвечают за своих родителей мы продолжение их жизни мы от них и то как мы живем то как мы себя реализуем в этом есть их заслуга или не заслуга в зависимости от того как мы поступаем и как мы себя реализуем вしかos как мы таким образом помнием invasive там как у что в ниж nya Продолжение следует...